Привет, Степашка! Здрасте! Добрый вечер, ребята! Привет, Каркуша! А чем вы занимаетесь? Я хочу играть в салочки, а Степашка убирался. Видите ли, устал. Играть не хочет, а еще друг называется. Конечно, Каркуша, он устал. Посмотри, сколько он всего сделал. Он просто не может с тобой играть. Нет уж! Если ты настоящий друг, то ты не будешь расстраивать своих друзей. Понятно. Слушай, Каркуша, мне так нравятся твои заколочки. Отдай их мне. Как это? Это мои заколочки, мои любимые. Оксана, ну зачем они вам? Ну, возьмите себе, ну, любые другие. Нет, Каркуша, мне нравятся именно эти заколочки. Но ведь ты же мне друг, правда? Друг. Ну, а почему ты отказываешься мне их отдать? Ну, Оксана, это мои самые любимые заколочки. Угу. Значит, у тебя есть причина, по которой ты не хочешь порадовать друга. Вот именно! И очень веская причина. Вот видишь, и у Степашки есть причина, по которой он не может сегодня с тобой играть в салочки. Кажется, я начинаю понимать. Настоящий друг – это тот, кто не навязывает друзьям свои желания. А когда слова употребляются не к месту, они становятся словами-сорняками. Я вам сейчас покажу. Помните, как красиво выглядят грядки, когда только взойдут ростки? Но уже через несколько дней росточков не видно из-за выросших вокруг сорняков. Вот и ваши ненужные слова, и есть такие сорняки. А что нам делать? Пропалывать. Молодец, Мишутка, пропалывать, то есть следить за собой. Я раньше даже не замечал, что я говорил. О, а теперь прямо чувствую, как из меня вылетит это короче. Да, я тоже прямо чувствую, как это вот так и просится. Представляете? Так это же самое главное. Как только вы начинаете следить за сорняками, они постепенно пропадают. Ой, значит, мы от них уже избавились. Ну, я не думаю, что так быстро, но надо почаще проводить прополку, и тогда сорняки точно исчезнут. Ой. И ваша речь будет красивая и правильная. Кажется, ко мне сейчас вернется вдохновение. Секундочку. Пришло прекрасное мгновение. Каркушина, я слышу пение. Вот это да, ты настоящий поэт. Браво, пришло прекрасное мгновение. Вот видишь, Биби Гон, чтобы писать стихи, совсем не обязательно ослепительная красота. Да. Лучше повнимательнее присмотреться к тому, что тебя окружает. Завтра я напишу целую поэму. Вот и отлично. А сейчас давайте смотреть мультфильм. 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 Мультфильм.